С нами на связи Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета. Здравствуйте, Юрий, здравствуйте. Добрый день. Вот из соцсетей стало известно, что час назад слышали снова взрывы в Херсоне. Есть ли информация об этом какая-то? К сожалению, у нас опять прилеты, но на самом деле в Херсоне это сейчас происходит регулярно. И у нас есть пострадавшие, разрушена гражданская инфраструктура. Орки продолжают обстреливать по мирным объектам. Они бьют не по военным целям. Я хочу на этом сакцентировать внимание. Страдают в первую очередь мирные люди и гражданская инфраструктура. И в настоящий момент, пока мы сейчас с вами общаемся, за окном точно так же звуки взрывов. Да, Юрий, то есть несколько недель назад они кричат, что Россия там навсегда. Потом смеются с приезда Владимира Зеленского в Херсон и поднятие украинского флага, напоминая о том, что Херсон это российская территория. А сегодня они обстреливают город в эти минуты и, как вы говорите, бьют уже по гражданским объектам, а не по военным. Да. Насчет России здесь навсегда. Ну, Россия в Херсоне до ноября. Да, так сейчас шутят местные. И я уверен, что левобережная часть нашей Херсонщины это только вопрос времени. И на самом деле времени достаточно короткого. Потому что ЗСУ там работают, работают жестко, работают эффективно. И каждый день там есть хорошие, скажем так, результаты. И они будут продолжаться, да, эта работа до полного освобождения всей нашей земли. Юрий, еще об обстрелах хочется с вами поговорить. Есть сообщение о том, что российская армия обстреляла из танков ствольной реактивной артиллерии районной Качкаровки, Токаревки, Антоновки, Чернобаевки и Херсона. Об этом сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины. А в Белозерке даже россияне обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. То есть сейчас обстрел идет по всей линии фронта в Херсонской области? Так и есть. К сожалению, так и есть. И по Херсону очень много прилетов на самом деле. И днем, и ночью. Но, к сожалению, это сейчас наша реальность. И поэтому я еще раз хочу ко всем нашим людям обратиться. Друзья, очень рано еще возвращаться в Херсон. Я знаю, что все очень хотят. Все на чемоданах. Все очень соскучились. Все ждали этот день. Просто с этой мыслью просыпались и засыпали. Херсон уже свободный. Но находиться здесь еще очень опасно для гражданского населения. Обстрелы постоянно. Разминирование еще продолжается. Орки сюрпризов оставили очень много. И еще очень много инфраструктурных проблем. Они каждый день решаются. Ситуация каждый день реально улучшается. Но проблем еще много. Поэтому нужно подождать. Я вот еще хотел добавить по поводу заминирования. В здании СБУ в Херсоне, возможно, придется взрывать. Такое предположение выдвинул спикер оперативного командования ЮГ Владислав Назаров. То есть настолько все заминировано. Мы помним, что буквально на прошлой неделе пришлось подорвать, потому что было невозможно по-другому действовать, здание полиции Херсона. Очень много сюрпризов. Вот в первую очередь в зданиях силовых ведомств там все нашпиговано просто. Причем очень много достаточно таких, знаете, подлых вещей, которые... Например? Двойное минирование, тройное минирование, которое невозможно разминировать без жертвы. И приходится действительно подрывать это на месте. Украинские правоохранители нашли в Херсоне тело мужчины, у которого были связаны руки и было огнестрельное ранение головы. Какое количество жертв российских оккупантов зафиксировали полицейские? О какой цифре можно говорить? Мы пока не даем цифры конкретные, потому что эта работа еще продолжается. Потом наши правоохранительные органы не отчитаются, скажут, сколько выявлено потерпевших, сколько выявлено погибших. Но масштабы на самом деле тоже серьезные, потому что Херсон был одним из фильтрационных центров. Здесь располагались тюрьмы, в которых пытали наших людей, склоняли их к сотрудничеству или выбивали из них показания о том, что они являлись агентами СБУ и прочее. Доходило до таких вещей, что в тюрьмы попадали предприниматели, которые просто отказывали свой бизнес переводить на работу в рубли. Такие случаи у нас тоже есть, над этими людьми тоже издевались, они тоже прошли через просто адские условия. Юрий, хочется еще о людях поговорить. В МВД Украины на прошлой неделе сообщали, что сейчас в самом Херсоне работает, действует 16 блокпостов по всему городу. Расскажите, как обстоят дела по выявлению, возможно, переодетых российских оккупантов, которые могли остаться в городе и не успеть убежать вместе с другими? Ну и коллаборационистов, конечно же. Ну, всем нашим гражданам нужно всегда иметь с собой документы. Это все, что нужно на самом деле, потому что это, знаете, это совсем другие блокпосты. И вот надо просто видеть, как наши граждане херсонцы, как они подходят к солдатам, к полицейским, которые стоят на этих постах, как они их обнимают, как они просят их расписаться на флагах, с которыми подходят к ним люди. Ну, то есть это совсем другая история. Если раньше, знаете, когда здесь были орки, каждый этот блокпост, это был источник спиртельной опасности. И человек не знал, что будет после того, как он будет через него проходить. То есть он пройдет, или его увезут на подвал, или там на месте его отвезут, отведут в стороночку за забор, и там начнут с ним уже жестко, скажем, более детально его проверять. Фильтрационные мероприятия, они действительно проводятся. Их основная цель – это выявление российских солдат, которые по гражданке здесь еще могут находиться, выявление ДРГ, ну и выявление лиц, которые объявлены в розыск, в том числе по статьям по государственному изменению. Да, эта работа тоже проводится. Расскажите, пожалуйста, что уже сделали со дня освобождения города? Сколько пунктов, возможно, обогрева создали? Какая сейчас потребность в генераторах, теплых одеялах, зимней одежде? Хватает ли сейчас в целом помощи той, которую привозят волонтеры? И как обстоят сейчас дела еще с медпомощью? Ну, начнем с последнего. По медпомощи это был приоритет лично моей команды с тем, чтобы в первую очередь заработала полноценная медицина. И сейчас уже можно говорить, что у нас очень большие там результаты. У нас полноценно работают уже несколько медицинских учреждений. Восстановлен автопарк скорых помощи у нас. Да, стоит напомнить, что оккупанты вывезли все скорые помощи при побеге. Они увезли на левый берег и в Крым везли, правильно? Как и весь коммунальный транспорт. Да, так и есть. Это все было разграблено. В городе есть медикаменты, в больницах есть медикаменты, есть продукты. Те больницы, которые работают уже на 100%, там подключены генераторы, есть питание. То есть полноценно есть и тепло, соответственно, и вода. Люди могут получать в комфортных достаточно условиях медицинскую помощь. То есть это сделано. И сейчас вот эти больницы, они действительно так на 120% выкладываются, работают. Еще не все медучреждения мы смогли подключить. В этом направлении работаем, потому что есть определенный дефицит по необходимой мощности генераторов. Но тоже в этом направлении работаем. Я думаю, мы все решим. Сейчас на самом деле не все медучреждения нам нужны, чтобы они функционировали, потому что и людей существенно меньше в городе, и есть возможность уплотнить некоторые медучреждения, просто оптимизировать работу. Это правильно, быстро и эффективно, скажем так. То, что быстро дает результаты людям, поэтому пошли по такому пути. Работают уже, знаете, пункты незламности в Херсоне. В первую очередь на площади свободы стоят палатки. Там работают генераторы, там можно, и это же как пункты обогрева фактически.